К нам присоединяется известный адвокат, правозащитник Николай Полозов. Николай, привет! Добрый вечер! Добрый вечер. Ну что, давай начнем. Давай начнем с Конституции, потому что недалее, как позавчера, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что снова Конституция будет меняться, она будет изменяться, потому что жизнь изменяется и так далее. И вот по этому поводу сказал и Путин. Реформа Конституции 2020 года, в результате которой президент Путин обнулил свои сроки и получил право оставаться у власти до 1936 года, была, как он сказал, необходима. Он встретился во вторник с судьями Конституционного суда. По словам президента, необходимость поправок к основному закону была связана с новыми условиями в быстро меняющейся ситуации и внутри страны, и вокруг нее. Ну, не пояснил. Нынешняя Конституция, согласно которой Путин может быть президентом шесть сроков подряд, вместо изначально положенных двух подряд, по словам президента, стабилизирует государство. Всего за время правления Путина власти трижды меняли Конституцию, а вот что сам Путин говорил о Конституции ранее. Но уже сейчас могу сказать, я против того, чтобы кто бы то ни был и какими бы соображениями благими он ни руководствовался, нарушил Конституцию нашей страны. Другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии. В том числе дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа Совета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Мозги. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделано. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Это достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было больше 300 голосов. Я никогда не менял Конституцию, не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Ну вот, планов нет, Конституцию несколько раз уже поменяли. Как бы ты описал это? Для чего это Путину надо? Ну, начнем с того, что многострадальная Российская Конституция уже давно стала продажной девкой Кремля. И тут не нужно никаких сантиментов по этому поводу иметь. Она не стоит даже бумаги, на которой ее печатают. Что касается заявлений Путина, ну, я думаю, что за 20-то с лишним лет, наверное, можно уже понять, что если Путин открывает рот, он уже врет. И в этом смысле все вполне закономерно. Ему важно поддерживать некую иллюзию о том, что в государстве существует Конституция. А с другой стороны, демонстрировать власть, что эту Конституцию может гнуть как хочет. Мне понравилось другое заявление, которое там прозвучало, что Путин является такой стабилизирующей силой государства. Это что же за государство такое, что Путина вынь, и оно, значит, на винтике, на части распадается. Поэтому, да, вот, День Конституции в России все еще есть. Конституция где-то еще напечатана, но в реальности она абсолютно отсутствует. Ее никто не соблюдает. Ни вашу Конституцию, ни нашу, как вот раньше был лозунг, соблюдайте вашу Конституцию. Существует только право силы, которое демонстрирует государство. И те, кто так или иначе прислонен к этому государству, они и без всякой Конституции имеют все права необходимые, которые им нужны. А остальные это, ну, скажем так, по остаточному принципу. Сколько бы человек ни говорил, ни указывал на Конституцию, сделают так, как нужно государству. И он это что, все делает под себя для того, чтобы все снова и снова быть во власти? Ну, безусловно, основная задача Путина лично, как физического лица, и всего этого общества с ограниченной ответственностью, значит, чекистская хунта, которые и с кооперативом «Озеро», и с легальной своей конторой ФСБ, и с внедрением во все части государственного аппарата, ну, они держатся за власть сколько можно. Власть — это ресурс, власть — это возможность для них, для их окружения. И, собственно, население позволяет это делать, поэтому почему бы и нет. Будут переделывать ровно столько все законодательство под себя, чтобы эту власть удерживать любой ценой. Мы это тоже прекрасно понимаем. В этом смысле нынешний режим же такую демонстрирует изумительную гутаперчивость, в отличие от предшественников из Советского Союза, где были вот эти старцы в политбюро, где все решения принимались. Чекисты-то они гораздо более хитрые, более хваткие. И в этом смысле почему даже санкционное давление на Россию, которое, по идее, могло ее переломить, как переломило Советский Союз, не так сильно влияет. Да потому что они позволили запустить бизнес, чекисты, во все эти процессы, добавили гибкости в суставах этого государства. Это позволяет им быть такой устойчивой силой, несмотря на давление и внутри, и снаружи. Хорошо, теперь коснемся нотариата. Там интересные вещи. Российских нотариусов обяжут, ну, как тут написано, стучать на клиентов. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности нотариуса передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках, которые могут быть нацелены на отмывание денег. И вот, понимаешь, я когда это прочитал, я очень порадовался, потому что это очень хорошо, когда деньги не отмываются. И вначале, когда читаешь, все очень красиво. Речь идет о сделках с недвижимостью, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлении денежными средствами и банковскими счетами. То есть, ну, все как бы нормально, да? А дальше написано «привлечение денежных средств для создания организаций». Понимаешь, да? Да, да, очевидно совершенно. В данном случае речь идет о том, что власть последовательно стремится уничтожить все, что исходит не от нее. То есть, любые позывы граждан к самоорганизации воспринимаются как враждебные. Зачем они объединяются? Как вот в старых советских анекдотах. Больше трех не собираться. И в этом смысле, конечно же, нотариусы успешно могут быть встроены в этот институт доносительства всеобщего, поскольку они дорожат своими местами, своими лицензиями. Им есть что терять. Это довольно хлебные должности. И, конечно же, эта тенденция будет распространяться. Сейчас нотариус потом дойдет до вахтеров, вот этих консьержей, которые сидят в подъездах, чтобы тоже докладывали обо всех, значит, подозрительных элементах. В некоторых домах в Подмосковье висят листовки, которые предлагают граждан сообщать в органы внутренних дел о проживающих мигрантах рядом. То есть мы видим, что фактически это все разнопланово на разных уровнях, муниципальным, государственным, активно властью насаждается. Опять-таки для того, чтобы удерживать контроль над населением, для того, чтобы крепче держаться за власть. Вообще какие-то чудовищные вещи. Я не понимаю, во что Россия превращается. Это как-то, что называется, ни в какие ворота. Понимаешь? Ну вот, смотри. С другой стороны, и дна нет. Каждый раз мы слышим очередные эти новости, думаем, ну вот куда уж дальше. А снизу все равно стучат. И это тоже пугает. Ну вот еще один стук. Я во всех своих программах смею утверждать, что Путин построил идеальное коррупционное государство и смысл его в коррумпировании населения. То есть, хочешь денег, иди убей украинца. Хочешь льготы, пойди убей украинца. А не пойдешь убивать украинца, так сказать, ну такая странная форма взятки жизнью украинца. И вот дно, о котором ты говорил, вот оно снова пробито. Следующий этап – коррумпирование населения. Участники войны станут привилегированными претендентами при найме на работу. Президент Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения в Российской Федерации. Документ, который вступит в силу 1 января 2024 года, устанавливает приоритет в трудоустройстве для ветеранов военной службы и их семей. Депутат Андрей Исаев, один из авторов закона, рассказал, что инициатива вводит несколько категорий лиц, которых будут дополнительно поддерживать службы занятости. Работодатели, которые создают или сохраняют для них места, будут получать помощь от государства. Речь идет в первую очередь об участниках войны в Украине и членах их семей. То есть за тобой там, наверное, сохранят зарплату, должность, пока ты идешь убивать украинцев. Убил украинцев, вернулся и дальше продолжаешь, ну и все остальные льготы. Вот такая удивительная история. Ну, безусловно, мы видим, что власть сейчас достаточно креативно подходит к вербовке наемников для этой войны, а по-другому это не назвать. И да, помимо денежного выражения, еще вот такие немонетизированные льготы предоставляются. Другой вопрос, что коррупция же приведет к тому, что будут просто покупать удостоверение участников вот в этих СВО. То есть стараться никуда не ехать, заплатить денег и затем, значит, этой корочкой махать и пытаться получить... Ты знаешь, я не думаю. Я не думаю. Потому что вот тут как раз это можно было, ну, в моем детстве, знаешь, были вот эти корочки участников войны, потому что, ну, так сказать, победили фашистов и так далее, и так далее, но даже на них обращали внимание. А здесь, по-моему, это не пройдет. Здесь весь комплект документов, знаешь, корочка. Ты же где-то работал, например, вот в данном случае. Ты идешь, за тобой сохраняют, потом ты возвращаешься. А просто так помахать тебя спросят, где служил, потреб... Понимаешь, они это будут делать очень тщательно для того, чтобы получить льготы мог только тот, кто убил украинца. Понимаешь, в чем дело? Вот это для них принципиальный момент. Но есть и плюс. Принципиальный. Есть и плюс. По счастью, не слишком много возвращается обратно. Поэтому, по всей видимости, острой конкуренции пока вот в текущей ситуации на такие льготные места не будет. Большинство остаются там, где они, куда приехали убивать украинцев. Теперь давай с тобой поговорим об образовании в СССР. Закон в третьем чтении. Там очень интересно, но это тоже. Это такая фантасмагория. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, направленный на определение гуманистического характера образования в стране. Вот это мне очень нравится, когда образование должно быть, характеризоваться гуманистическим характером, с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Инициатива вносит изменения в закон об образовании в Российской Федерации и вступает в силу с момента их официального опубликования. Авторы документа сочли важным, чтобы в законе в качестве основы упоминался не просто гуманизм, а гуманизм, соответствующий традиционным российско-духовно-нравственным ценностям. Основой для законопроекта послужил приказ Путина. А теперь вот расшифровка, что это такое может быть. Поправки обязывают педагогов формировать у учеников чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Российские власти требуют проверять на соответствие духовно-нравственных ценностей и многие аспекты жизни от игрушек до кино. В декабре 1923 года Путин объяснил духовностью российского народа даже вторжение в Украину. Вот я не знаю, что тут говорить. Если перевести на простой язык, то речь идет о том, что вот в этой обертке духовно-нравственных ценностей, безусловно, красивой и привлекательной, ну что ж плохого в духовно-нравственных ценностях, подается натуральный фашизм, который будет распространяться на детей. То есть всем этим фактически путинская власть, ну скажем так, легитимизирует слова Путина о том, что дети — это достояние государства. И это не просто брошенные слова, это как раз, ну фактически уже начало проведения конкретных действий по внедрению этой политики. И да, духовно-нравственные ценности — это, если мы сводим все вот к сухому остатку, это выступление бывшего убийцы, людоеда или педофила на уроке разговоры о важном рядом с партой героя, где он рассказывает детям, как, значит, стрелял в украинцев и сколько народа там убил. Вот с точки зрения кремлевского режима это и есть истинные духовно-нравственные ценности, которые необходимо распространять детям. Это уже происходит на практике, но сейчас это после принятия закона станет просто обязаловкой для всех. Если кто-то, не все школы, я допускаю, активно были в это вовлечены, кто-то пытался маневрировать, сейчас уже это будет делать гораздо сложнее. Тут я хочу тебе сказать, что как анекдот можно воспринимать, у нас просто нет этого в программе. Сегодня я видел, значит, в одной из школ пришли СВОшники. И так оказалось, я не знаю, видел ты фотографию или нет, но это была встреча с героями. Парты не было, потому что они были живые. Они пришли из СВО. И они, значит, все четыре бандиты-убийцы в прошлой жизни, понимаешь? И они рассказывают, как они мужественно. И вот интересно, что, поскольку ничего нельзя, то все соревнуются в том, чтобы что-то запретить. Ну вот очередное. В России следует на законодательном уровне запретить сатанизм и колдовство, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Он выступил в общественной палате на слушаниях, посвященных государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Значит, ну как? Сатанизм? Ну это еще какие-то пару религий, как вот эти, кто в России запрещен, их просто жестоко преследует. Иеговисты. Ну что, адвентисты седьмого дня, да. Ну, запретят еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то, скажут, что это сатанизм. Но вот колдовство, вот тут у меня большой вопрос. Во-первых, я не помню, видели ли мы с тобой как в Российской Федерации какое-то колдовство. А в принципе, вот ты знаешь, народы Дальнего Севера, у них это традиция, бубные, я это видел в юности, они доводят себя до экстаза, ну, без наркотиков, это просто такое, так сказать, у них такое. И колдовство там есть, ну, ты понимаешь, насколько это колдовство действует, это другой вопрос. Но я, ну, ну вот очередная бессмысленная какая-то история. Я вот не соглашусь. Значит, здесь два... Ну, не соглашайся, давай. Первый аспект заключается в том, что это может быть такая очень качественная попытка передела рынка магических услуг, то есть всех этих гадателей по Таро, предсказателей судеб. Это большой рынок. Собственно, цыганки с хрустальным шаром, они были всегда и во всех культурах, и в России это все есть. Это приносит значительные деньги, в основном через интернет. А почему бы это не обложить дополнительной данью и не положить, значит, прежде всего руку церкви на это все? Это первый экономический аспект. А второй аспект, ну, людям все равно нужно будет какое-то отвлечение от проблем. Жизнь не становится лучше, жизнь не становится веселее. И в этом смысле возвращение к практикам сожжения колдуний на кострах может раскрасить жизнь россиян и отвлечь их от этой серой повседневности. Поэтому, мне кажется, идея тоже не лишена смысла. Последний раз, правда, в Европе ведьму сжигали порядка 280 лет назад, но мы же понимаем, что российские власти, они существуют вне времени и применяют только самые лучшие устоявшиеся практики у себя. Вот. Поэтому я вот так вот прям огульно этого иерея не стал бы скажем так обвинять в том, что он несет какой-то бред. Вот. Говорит вполне здравые и разумные вещи. Интересная история. Да. Карты Таро. Да, есть такое. А вот моя жена, знаешь, что практиковала? Она практиковала, когда мы жили в Москве, вот по осадку кофе. Знаешь, вот это на кофейной гуще. Вот, 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 оно как бы все один к одному. И сколько таких? Да? Если даже часть сжечь, остальные просто станут платить больше налогов в пользу церкви. Поэтому, мне кажется, решение... Я вот посоветуюсь, посоветуюсь с детьми. Может быть, донести на нее? За это, говорят, могут выдавать какую-то денежную премию. Так что, стоит подумать. Вот. Вот. Понимаешь? Вот оказывается, какая польза жены есть и польза от кофе. Понимаешь? Идем дальше. Ну, тут у нас же есть два таких перца, которые совершенно потрясающие, ты знаешь. Это товарищ Медведев и товарищ Мирон. Ну, я думаю, что к тому идет, потому что они вот... В России лидер партии «Справедливая Россия» Миронов заявил о неизбежности возвращения смертной казни. Об этом политик написал в своем телеграм-канале. В Советском Союзе военных преступников вешали публично на площадях. Я такого не помню. В Советском Союзе такой истории. Публично вешать на площадях. Матвей Юрьевич, на оккупированных территориях германские подразделения вешали на площадях в Советском Союзе людей. С точки зрения германских властей это были преступники военные. С точки зрения... А, нет, ну, это я понимаю. Поляки повесили бывшего... Поляки повесили бывшего коменданта Освенцима в самом концлагере. Тот же конец должен ожидать бандеровскую сволочь. Так что хочется это кому или нет, мораторий придется отменять, сказал товарищ Миронов. Почему-то говоря о бандеровской сволочи, то есть говоря о украинцах, понимаешь, вот это вот меня смутило. Причем здесь украинцы? им убивать за радость украинцев, поэтому украинцы точно при чем. Но по заявлению другого депутата Госдумы Горулева, они с радостью эти практики будут распространять и на сограждан. А вот Ирей накануне сказал, что можно и сжигать этих ведьм. Поэтому в этом смысле очень все органично, по разным направлениям. Вот это вот расползается и просто мы видим не какие-то вот отдельные пиковые значения безумия, а то, что безумие очень ровно, очень аккуратно распространяется по всей территории России с одинаковой скоростью, захватывая все новых и новых. Погружение все глубже и глубже. Хроника этого погружения очень любопытна. Ну послушай меня. Я понимаю, что последний вот вопрос по времени у нас он немножко такой дурацкий, но может ты мне поможешь. Я не понимаю, куда это все идет. Ну я думаю, что все идет к коллапсу большому, возможно даже к гражданской войне, но просто скорость такая, что оно все может идти достаточно долго. Запас прочности тоже определенный есть. Абсолютно уверенно можно сказать, что ни к чему хорошему это не ведет. То есть вариантов плохого может быть много, вариантов хорошего в этой ситуации ни одного. спасибо тебе большое, что ты был с нами, Николай Полозов. Спасибо, Николай. Ждем тебя всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok